МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. А у нас в квартире ГАЗ. Как выполняется программа устойчивого развития села? Мы разные, но мы вместе. Что такое инклюзивное образование? Герои спорта. Где проходят самые зрелищные состязания? На республиканском рынке труда нет напряженности. Как в Чувашии исполняется программа в области занятости, обсудили сегодня члены правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ситуация на рынке труда стабильна. Безработица в республике снижается. Большинство тех, кто обращается в центр занятости, находят постоянную работу. Численность участников мероприятий в текущем году должна составить более 79 тысяч человек. В январь-октябрь приняли участие 71,2 тысяч человек. Это 90% от годового плана. Основные показатели – это трудоустройство. Трудоустроено 36 тысяч человек. Это один из лучших показателей в Российской Федерации. И по ряду других показателей, по которым оценивается работа органов службы занятости населения, Чувашская субболика находится в 10 лучших субъектах Российской Федерации. Тем, кто обращается в органы занятости, помогают повысить квалификацию и открыть свое дело. Увольняемых работников ставят на персональный учет. Проблем с трудоустройством в республике нет. В базе данных порядка 20 тысяч вакансий. В текущем году было уволено 1573 работника по причине ликвидации организации или сокращения. Трудоустроили мы из высвободившихся 1170 человек. Это 75% от численности уволенных. Читая транспорт по коммунальным технологиям уже высвободились, по Фаджикури. Не ухудшится ситуация у нас? Пока по предварительным данным ухудшения в целом не должно быть. И люди к нам обращаются, и мы их тут устраиваем. В Чувашской встрече вы проводили, коллектив нормально это воспринимает? Был организован информационный стенд, ролики и слайды показывали, какие есть рабочие места, в каких организациях, какая там заработная плата. Члены правительства подвели и итоги мониторинга цен на медицинские препараты. В республике, отмечают Минздраве, продолжает снижаться размер надбавки к стоимости лекарств. И является одним из самых низких среди регионов ПФО. Ежемесячно мониторируется около 6 тысяч торговых наименований лекарственных препаратов, входящих в период инженерного ПФО. Из 14,5 тысяч торговых наименований, находящихся в обращении на территорию Чувашской республики. По данным мониторинга ценовой доступности, в рамках госпитального сегмента произошло снижение цен по сравнению с прошлым годом на 2,7%. В этом году регистрируется незначительное повышение различной цены по всем ценным группам в жизни необходимых медикаментов. Председатель правительства Иван Моторин поручил продолжить мониторинг цен. На стоимость препаратов влияет и централизация закупок, благодаря которой было сэкономлено порядка 80 миллионов. В Чувашии, как и по всей стране, отметили День сотрудников органов внутренних дел. Но мало кто знает, что в этом году, собственно, сыскное ведомство могло бы отметить 300 лет. Профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел отмечают с 1962 года. До реформы 2011 он назывался Днем российской милиции. Свою историю, как особое учреждение в системе государственных органов, полиция ведет с 1718 года. Тогда Петр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера, начальника главной полицмейстерской канцелярии. Сегодня в задачи российской полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, розыск преступников и пропавших людей, борьба с террористической угрозой и проявлениями экстремизма, с распространением наркотиков, обеспечение безопасности дорожного движения. Общество предъявляет к нам высокие требования. Человек в полицейской форме олицетворяет особую власть, закон и справедливость. Именно от нас с вами зависит порядок на улицах, спокойствие граждан, их уверенность, собственно, безопасности и безопасности своих близких. Заслужить доверие мы можем только ответственно отношение к делу. За 10 месяцев этого года в Чувашии почти в два раза сократилось число убийств. Сменьше стало крашу угонов автомобилей и мошенничеством. Раскрываемость преступлений превысила 74%. Принимала поздравления и крупнейшая дорожно-строительная организация Чувашии. Акционерное общество Дорис отметило 50-летие со дня основания. Ведущее в Республике предприятие по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений уже давно приобрело статус всероссийского. Чувашские дорожники побеждают во многих федеральных строительных аукционах и прокладывают трассы в разных регионах страны. А начиналось все 50 лет назад на базе специализированного строительно-монтажного треста. Собственно, при непосредственном участии коллектива создавались все крупные промышленные предприятия столицы Республики и инженерная инфраструктура. Заново построенные и реконструированные дороги, жилье, водопроводы, тепловые сети, тысячи километров и квадратных метров по всей стране – все это история коллектива. А еще многочисленные награды. На торжественном собрании в честь юбилея к ним прибавилась почетная грамота Чувашской Республики за вклад в развитие строительной индустрии. Долгие годы предприятие возглавлял Игорь Хрошин. Сейчас у руля его сын Всеволод. Хочу особо становиться на самом важном нашем богатстве, на людях, а именно на трудовых династиях, которые живут и трудятся в нашей компании до сих пор. На сегодняшний день у нас продолжает трудиться более сотни фамильных трудовых династий, общий стаж которых перевалил уже за 4 тысячи лет. У Дориса есть свой почерк. Это надежность, это своевременность, это гарантия качества. Все это вы пронесли через года, сохранили коллектив, как здесь было сказано, в бурные 90-е. Сегодня вы работаете в целом ряде регионов, как здесь было, опять же, сказано, от Якутии до Центральной России. Вы представлены на севере, вы представлены на юге и везде работаете достойно, достойно отражаете имя Республики Чувашской, работаете на благо Чувашии и Российской Федерации. У предприятия громкие титулы за активную социальную политику. Меценат года, меценат столетия. За ними стоит реальная работа. Дорис поддерживает масштабные благотворительные проекты, помогает Русской Православной Церкви людям с ограниченными возможностями здоровья. За Волжье это такие же чебоксары. Так можно сформулировать основную тему встречи главы столицы Евгения Кадышева с жителями Левобережной территории. О том, почему разговор шел в таком ключе, Ольга Пырочкина. В одном темном поселке по темному тротуару ходят дети в школу. Речь про сосновку. Еще хуже ситуация в Северном. Конечно, все относительно. Вон даже фонарные столбы стоят, скажут жители отдаленных деревень, которые сейчас смотрят репортаж. Однако за Волжье это официально территория города Чебоксары. А значит и освещаться должна соответственно. У нас и сон есть, и светильник на этом столбе есть, но свет не горит в 8 лет. По 3-4 дня двор не освещается. Темнота страшная. Еще 4 года назад по всему за Волжью стояло всего 54 светильника. Сейчас уже 270. Но это не главное, отметил начальник заволжского территориального управления Сергей Крутиков. Чтобы фонари исправно работали, нужно обновить другие составляющие системы освещения. А для экономии перейти на светодиоды и самонесущие изолированные провода, сокращенно СИП. Вообще повесить светильник – это самое дешевое. Это самое дешевое, то есть он стоит недорого. Но затраты на его обслуживание кратные. И мы пошли по какому пути, вы, наверное, замечаете, то есть смотрите. То есть там мы, где делаем освещение, мы переводим все на СИП. Мы вставим новый трансформатор. Это дорого и делается постепенно. Сейчас светло на территории санатория Чувашия на 85% освещена Сосновка. Северный – первой в очереди среди всех городских территорий, отметил Евгений Кадышев. Зато уже следующим летом в Заволжье, в отличие от остальной территории города, абсолютно все дети смогут ходить в современный детский сад с бассейном и из-за студий. В Сосновке возводят один из десяти садиков, на которые в феврале этого года из федерального бюджета Чувашия выделили миллиард триста миллионов рублей. Садики наши сороковых годов постройки, они полностью, скажем так, морально устарели, не соответствуют уже современным требованиям, нормам, предъявляемым к садикам, к современному, скажем так, дошкольному образованию. Эта проблема у нас, конечно, остро ощущалась. То есть каждая встреча с населением, то есть каждое мероприятие, которое мы проводили, везде постоянно возникал вопрос о новом садике. Теперь мы находимся на этом объекте, у нас началось строительство нового садика на 150 мест, что на данный момент полностью будет покрывать, конечно, у нас очередь. Впрочем, действительно, горожанами жители Заволжья почувствуют себя, наверное, когда не придется топить дровами, когда на левый берег придет газ. Уже принято решение, и Михаил Васильевич Игнатьев лично договорился с Межрегионгазом, что здесь будет все-таки газ. Уже проект есть, уже проект оплачен. Идет работа по внутрипоселковым сетям. И люди это прекрасно знают. В 2015 году, в 2016 году они не верили в это. К лету 2020 года газопроводу должны подключить с первых потребителей. Это будут местные котельные. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Жителей Заволжья нетрудно понять. С приходом голубого топлива жизнь меняется кардинально. Это уже ощутили жители деревни Тузимр Посадского района, где массово меняют печи на газовые плиты. Место бывшей печки отдано под плиту газовую. С дома Владимира Вечеркина в деревне Тузи началась эра газификации. Они сразу начали с угла дома рыть. Прям начали просто. Два дня они прошли до улицы. Теперь желтые трубы красноречиво намекают, что в деревне есть газ. Семь из 25 домов уже полностью готовы принять голубое топливо. Коммуникации до деревни провели за счет программы устойчивой развития сельской местности. Финансирование шло из федерального и республиканского бюджетов. Остальная часть устанавливалась по инициативе жителей. На проектирование, на проекты искательной работы жители деревни собирали сами. Искательная работа, экологические сборы и так далее. Сумма, которая ушла жителями нашей деревни, она составила около порядка 990 тысяч. Сейчас после запуска газа все равно жители потянутся. И будем надеяться, что все 25 домов будут жить постоянно. В другой Марпасадской деревне, Итяково, газ привычная часть быта. Зато у местных своя радость. Новенькая водонапорная башня. От нее до колонок ведет трехкилометровая труба. Желающие могут провести ее и в свои дома. Остальные набирают воду в колонках, а не со дна колодца. У нас по программе водоснабжения на 2018 год всего один населенный пункт. Это Итяково. На следующий 19-й год, как я уже сказал, деревня Акшики планируется также провести водопровод. Общая смертная стоимость сегодняшнего объекта составляет 8 миллионов 340 тысяч рублей из бюджетов разных уровней. По газификации у нас получается выделено более 6 миллионов рублей. Мы, значит, это по программе устойчивого развития села. Газ в этом году дойдет и до деревень Юрьевка и Мертень. Это тоже в Марпасадском районе. Строительство еще семи объектов газоснабжения и трех водоснабжения будет профинансировано из республиканского и федерального бюджетов. Соответствующее соглашение Минстрой Чувашии уже заключил с администрациями и Бресинского, Канарского, Маргаурского и Урмарского районов. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Бахтия Авелиев, Республика. В Чебоксарах продолжают бороться с неформальной занятостью населения. Только за последние три года получен заметный результат. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на совещании в администрации Чебоксар. Межведомственные рабочие группы совместно с налоговыми инспекциями и прокуратурой в третьем квартале этого года провели 392 совместных рейда. Проверку прошли почти 2500 объектов в сфере торговли, строительства и оказания услуг. Кроме этого, проверили наемные квартиры и маршрутные перевозки. Всего с начала года охватили почти 9500 объектов. Заслуженные работодатели, выплативые низкую заработную плату, имеющие задолженность по налогам, имеющие признаки неформальной занятости, подрядчики и субподрядчики по муниципальным контрактам, а также должники по арендам платы за землю и муниципальное имущество. Результат работы налицо или, если быть точнее, в бюджете, отметил глава администрации города Чебоксары Алексей Латоков. Поступило дополнительно 44 миллиона рублей, из них бюджет города около 25 миллионов рублей. То есть эта работа не проходит бесследно, и все это должны понимать. Мы просили эту работу организовать и глав районов, и руководителей всех структурных подразделений. Полтора месяца назад также я обозначил об усилении этого направления. Общее выполнение неплохое, как уже отметил, рекордное. Уже три года мы этим занимаемся. 85% от плана мы и не выполняли еще ни разу на это время. Рейды, которые уже успели показать свою эффективность, не прекратятся. Работа с нерадивыми работодателями будет продолжаться. На рабочей планерке отметили и призеров первенства Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи до 23 лет. В этом году за звание лучших соревновались более 500 спортсменов из 40 стран мира. В составе сборной команды России были и три наших спортсменки. Воспитанницы спортивной школы имени Валериана Соколова, мастера спорта международного класса Ирина Баймулкина, Яна Мухина и Александра Козлова. Им вручили благодарственные письма. Ольга Алексеева, Бахтервилиев, Республика. В деревне Межеркосы Красночитайского района установили мемориальную доску земляку, ветерану группы советских войск в Германии. Увековечить память Виктора Храмова инициатива сослуживцев, членов Республиканской ассоциации. Группа советских войск в Германии была создана в 1945-м. Маршал Советского Союза Георгий Жуков стал ее первым главнокомандующим и одновременно главноначальствующим Советской военной администрации. В Германии. Формирование просуществовало почти полвека. За это время на территории ГДР прошли службы более 108 тысяч уроженцев Чувашии. Ветеранов подразделения вот уже 4 года объединяет общественная организация. Председатель ассоциации Михаил Семенов отмечает, что для членов Республиканского союза важная задача сохранить память о сослуживцах. Мы выпускаем книги сейчас, пишем, собираем материалы. И вот в Цивильском районе две книги выпустили, в Шимушинском районе книга уже вышла тоже. И в Чебоксарском районе сейчас материалы собираем. Думаю, что в 2019 году у нас книга эта уйдет. Но это похвально, конечно. Кроме этого, мы сейчас начали устанавливать, где у нас почетные ветераны есть, которые ветеранам в жизни добились больших, хороших результатов. И мы выставляем доски, памятные доски, где они проживают. Эта памятная доска останется навечной для его памяти, для всех жителей нашей деревни, для жителей всего нашего района. Для молодежи это будет примером. Примером для всей молодежи, которая живет в этом районе. Стараемся на тех домах, которые после армии достигли значительных успехов работы в народном хозяйстве. Это значит, дошли до руководителей промышленных предприятий, стали академиками, руководителем образовательных учреждений. У нас, например, в Германии служил бывший ректор сельхозакадемии Чувашской, Кириллов Николай Кириллович, профессор, академик, доктор ветеринарных наук. Имена ветеранов группы советских войск в Германии планируют присвоить и новым улицам в ряде муниципалитетов. Солнечная инклюзия. Сегодня в 29-й школе города Чебоксары прошел первый фестиваль инклюзивных практик. В школьном актовом зале невероятно дружелюбная, теплая, понимающая атмосфера. Здесь никто не жалеет аплодисментов, артисты второй раз выходят на поклон, поют и танцуют вместе со взрослыми. Дети учат нас быть добрее. И у них получается. На одной сцене все просто ученики. Наталья многодетная мама-педагог. Инклюзивное воспитание ее заинтересовало после того, как в их семье появился четвертый особенный ребенок. Семья Надеждинах забрала его из детского дома. Дима – один из первоклассников 29-й школы. В классе вместе с остальными детьми учится еще одна солнечная девочка. В образовательном учреждении не было ни учебников, ни пособий для таких детей. Но выход нашли. Мы с родителями, родители особых детей, это особо крепкие люди. Мы решили не унывать, не падать духом. Сели и написали грант, который назвали «Солнечная инклюзия». Был грант фонда Тимченко, всероссийского конкурса «Курс на семью». Этот грант мы выиграли. На выигранные деньги купили необходимое оборудование для особенных детей. Два педагога прошли обучение, а еще организовали фестиваль. Поют они, на каждую фору, на музыку приходят вместе со всеми, поют. А у Димы приучка заходит в класс, пока с каждым мальчиком не поздоровается, не сядет. Дети, конечно, очень хорошо воспринимают их. Таких отличий нет. Они не отличаются среди нас. К тому же в рамках грантовой поддержки по субботам здесь готовят детей с ограниченными возможностями к школе. Ребят немного, но работы хватает. В планах педагогов набрать в следующем году малокомплектный специализированный класс, чтобы эти ребята учились в самой обычной школе. Жители Чувашии приняли участие в международной образовательной акции «Географический диктант-2018». Его писали на 14 площадках, три из которых были открыты в Чебоксарах. Больше всего участников свыше 600 собрались на историко-географическом факультете ЧГУ. Среди любителей географии – школьники, студенты и учителя, предметники, инженеры, врачи. Словом, все, кто знает нашу страну от Москвы до самых до окраин. Я работаю на воде, и до этого ходил по воде. Я много рек исходил, Волгу полностью прошел, Дон, Неву, Вычигду, Свирь, Ладожское, Онежское озеро. То есть исходил всю центральную Россию, в принципе. Самым молодым участником диктанта стал воспитанник ночи Боксарского детского сада. Ему 6 лет. Самому старшему – профессору ЧГУ – 74 года. Уже известно, что в этом году акция прошла на пяти материках в 99 странах. Несмотря на то, что организаторы в этом году пообещали задания полегче, чем в прошлом, многим участникам так не показалось. Больше стало вопросов на смекалку и общее знание. Вы знаете, выдающийся географ Николай Николаевич Баранский говорил, что поле деятельности географии очень широкое – от геологии до идеологии. И сегодняшние вопросы это продемонстрировали. До 15 ноября можно проверить свои знания онлайн. На странице диктанта на сайте Росского географического общества. Правильные ответы будут опубликованы там же, 15 ноября. А узнать свои результаты участники смогут 30 ноября. Праздник красоты и грации. В столице Чувашии прошли всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Синхронность, быстрый темп, хорошая физическая форма. Они еще совсем дети, но могут дать фору любому взрослому. И держатся на сцене, как настоящие профессионалы. Челябинск, Тольятти, Казань. На соревнования по фитнес-аэробике в столицу Чувашии приехали более 800 участников. Команда Sweet Baby приехала на чемпионат с Комсомольского района. Юные спортсмены уже три года участвуют в соревнованиях. И за это время добились неплохих результатов. Будем надеяться, что успех и удача будет за нами. И все у нас получится. И что наши детки на сегодняшних российских соревнованиях такого масштабного уровня займут все-таки призовое место. Мы держим кулачки. Собираемся развивать детский спорт масштабно, чтобы детки могли уже активно заниматься этим видом спорта. И выезжать уже не только на республику, но и за пределы Чувашии республики. Аэробика, степ-аэробика, хип-хоп-аэробика. На этот раз соревнования проходили по трем направлениям. Что касается судейства, то жюри обращали внимание на два критерия. Техническую и артистичную стороны выступлений. В этом году мы пошли по такому пути. В судейскую коллегию входит один судья из Чувашской республики. Почему? Потому что мне, как президенту федерации по фитнес-аэробике, хотелось бы видеть рост фитнес-аэробики Чувашской республики. Судьи должны быть не с нашего региона. Только тогда будет качественная, правильная оценка твоей работы. Соревнования по фитнес-аэробике длились два дня. За это время разыграли несколько комплектов медалей. Команды города Чебоксары и Чувашской республики стали обладателями призовых мест. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Бахтияр Вилеев, Республика. Это все новости на сегодня. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова